Sony Ericsson T230. Телефон 2003 года. Бюджетная модель, которая была построена с оглядкой на старшую модель Sony Ericsson T310. Итак, давайте посмотрим в каталоге мобильных телефонов, за сколько нам предлагали купить данный телефон. Как видим, T230, T290. T290 – это полностью копия модели T230. Кроме того, что в T230 нет функции громкой связи и возможности записи разговоров. В остальном это же идентичные телефоны. Как видим, просили за него 510 гривен. Журнал за 2006 год. Доллар тогда был 5 гривен. Плюс-минус 100 долларов. Просили за него в 2006 на старте. Цена его также была 100 долларов. Если посмотреть на его похожие братья, T300 вышел в 2002 году. Здесь неправильно указано. Потом вышел T310. Потом вслед за ним вышел T230. Если посмотреть по характеристикам, этот телефон даже лучше, чем этот. Чем лучше здесь добавили полифонию. Здесь она 16-24, тона здесь 32. И плюс дисплей. Количество цветов увеличил ей до 4096 цветов против 256 цветов у Sony Ericsson T300. Самым близким конкурентом Sony Ericsson T230 я считаю Samsung C100 на то время. На картинке C110. Но если их сравнивать в блок-блок, то C100 здорово выигрывает практически по всем показателям. Таких как дисплей. Здесь дисплей 65 тысяч цветов. По новой технологии UFB. Здесь CT-CTSN. Также диагональ 128 на 128. Расширение 128 на 128. Здесь 101 на 80. Полифония. Здесь звучит громче. Также здесь полифония с поддержкой голоса. Формата MF с голосом. Так званая полифония. Плюс здесь есть инфокрасный порт. Конечно, он на передачу данных не работал. Только соединение с компьютером. Но все же такая функция у него есть. В отличие от этого. Также по сборке корпуса C100 на голову выше. Далее про сборку я расскажу в обзоре. Пройдемся по внешнему виду. Внешний вид довольно симпатичный. На те времена ничего заурядного. Но и назвать его скучным нельзя. Толщина его 19 миллиметров. Что даже на миллиметр тоньше. Если сравнивать его с Sony Ericsson T68. Как видим, дизайн уже Sony Ericsson в 2003 году поменялся. Это связано с тем, что компания договорилась с Sony Ericsson придумать свой стиль. Не похожий на стиль компании Ericsson и Sony. То есть видим, что Sony Ericsson T68 был еще похож на Ericsson. Но только это полная копия Ericsson. То сейчас уже просматривается изменение в дизайне телефона. Телефон у меня от оператора T-Mobile, но я его уже разблокировал. И здесь есть уже русский язык. Давайте посмотрим, что под крышкой. Аккумулятор на 670 мАч. Что, опять же, меньше, чем у Sony Ericsson T68. А он здесь идет на 700 мАч. Разница небольшая. Но все же, если учитывать то, что здесь возросло количество цветов, здесь добавилась поддержка Java. Да, здесь уже есть Java. Наконец-то, ура! То аккумулятор мог бы быть побольше 30 мАч. Но разница в работе есть. Итак, что мы здесь видим под крышкой? Телефон собран в Малайзии. Собрана с какого-то, ну, дешевого пластика. Все скрипит. Задняя крышка также скрипит. Плюс есть засветы на боковых гранях. При работе дисплея в темноте очень видно. Также здесь есть засвет. Хочу заметить, что корпус это оригинальный. Он не менялся. Посмотрите на эту сборку. Эти щели лежит он к бюджетному классу. Да и конкурентов по соотношению цена-качество на 2003 год у него было мало. Так, по элементах. Фирменный Sony Ericsson разъем для зарядки, для подключения гарнитуры и другой периферии. В частности, камеры. Про нее мы поговорим позже. Боковая клавиша. Но это не котелька регулировки громкости. Она здесь выполняет меню проверки статуса телефона в режиме ожидания, а также переключение по пунктам меню в самом телефоне. Звук она не меняет с рабочего стола. Чтобы поменять звук, надо идти в соответственное меню. Я смотрел некоторые обзоры этого телефона. И многие говорят, что это динамик. И им кажется, что звук идет где-то с середины. Так это потому, что это не динамик. Динамик вот. А это разъем для крепежа шнурка. Итак, давайте произведем запуск телефона. Кнопки здесь резиновые. Джойстик пластмассовый. И клавиши отбоя и приема вызова также сделаны из пластмассы. Вот так выглядит рабочий стол. Режим ожидания Sony Ericsson. Опять же, старый стиль. Индикация заряда. Индикация приема сети. Часы с меню телефона. Никаких изменений по сравнению с T68 не наблюдается. Как я уже сказал раньше, телефон имеет поддержку Java. Это означает, что вы могли установить на данный телефон любую понравившуюся вам игрушку. Главное, чтобы это вам позволял объем встроенной памяти, который на то время в данном телефоне, да и сейчас, составлял близко 600 килобайт. Смотрим свободно сейчас в телефоне 2 килобайта памяти. Он у меня забит под завязку музыкой. Смотрим, как очень долго он определяет, сколько памяти на что потрачено. Не хочет он показывать, сколько занимает музыка картинки, но поверьте мне на слово, общая память доступная здесь близко 600 килобайт. Даже 600, 500 с мелочью. Давайте запустим предустановленную игру в E-Rali 2. Неплохая игрушка. На то время я ее играл даже. В Одноклассниках был такой телефон. Я ему завидовал. Ну, меню здесь. Не знаю, что это за язык. Т-мобайл оператор. Ну, понятно. Давайте быстрый рейс сделаем. Запустил я игрушку. Разобрался. Так, смотрим. Здесь есть показатели урона мотора, колес передачи. Есть виброотдача, когда вы куда-то ударяетесь. Слышите, да? Ну, на то время игрушка мне казалась интересной. Сейчас же это, конечно, больше ностальгия. Но всерьез играть ее, не знаю. Ну, такая игрушка. Так, что еще сказать? По меню не будем проходиться, так как полностью идентичное меню с униарисом Т-68. Скажу только, покажу, как звучит полифония. Здесь она 32 тона. Звучит она посредственно. Не знаю, с чем это связано. Я слыхал получше полифонии даже в том LG B1600. Был такой там 16-сентональный полифоний. Такой он звучит раза в 4. Лучше, громче, чище. Давайте посмотрим, послушаем одну песню какую-то. Вот так звучит. Мне не понравилось. Также хочу отметить возможность выбирать свою мелодию для SMS. Также не появилось. Только стандартное предлагаемое. Тон, клик или беззвучный. Конечно, выбираем тон. Его можно хоть как-то услышать. Так, все. С меню заканчиваем. Поговорим про такой аксессуар. Как камера для данного телефона. Стоила она бешеных денег в то время, как половина телефона. Вот так она вставляется. Телефон автоматически открывает меню. Что мы можем здесь видеть? Сделать фото. Просмотреть фото и настройки. Давайте посмотрим, что здесь в настройках. В настройках мы можем выбрать размер фотографии. Максимальный. Это 640 на 480 VGA. Остальные размеры. Также здесь баланс белого есть. Включен, выключен. Не знаю, пусть будет включен. Камера и так, и так снимает ужасно. Но есть такое значение. Также есть эффекты. Это всякие рамки. Эффекты рыбьего глаза. Я вам покажу. Итак, давайте нажмем сделать фото. Попробуем снять. Попробуем снять. Уважно это все выглядит. Телефон предлагает нам сохранить. Нажимаем, да. Не сохраняется, потому что у меня камера забита подвязка фотографиями. Хочу сказать, что фото, которое вы делаете, сохраняется не на телефон, а на камеру саму. Камера имеет память на 11 фотографий в размере 40 на 480. Уже после того, как вы сделали фото на камеру, вы можете их сохранить на телефон. Для этого мы переходим в меню посмотреть фотки. Я перед этим записям видео сделал все 11 фото. Хочу вам их показать. Вот это при солнечной погоде. Это с эффектами. Какие-то капли непонятно. Эффект сердечка. Эффект рамки. Ну то есть всерьез снимать на телефон смысла нет, так как фотографии ужасные выходят. Вот это все эффекты там выбираются. Еще хочу сказать, что также другие производители выпускали такие аксессуары для своих телефонов. Например, возьмем телефоны Siemens S55 и M55 и другие. Там также есть такая камера. Но преимуществом камеры от Sony S9 было в том, что здесь можно смотреть в экран. На нем отображается то, что видит камера. У Siemens же, в их камерах, нужно было смотреть только сюда. Так как на экране ничего не было отображено. Здесь же сделали поинтереснее, чем на Siemens. Также камеру можно вызвать, не заходя в меню, специальной кнопкой на камере быстрого доступа. Вы ее нажимаете и, пожалуйста, нажимаете. Ну, нужно выбирать все равно. И опять же, снимать можно не кнопкой джойстика, а непосредственно кнопкой на самой камере. Давайте посмотрим, как это выглядит. Нажимаю. И она что-то там сфотографировала. Также созданную, снятую картинку можно отправить, сразу отправить по MMS или через электронную почту. Можно посмотреть информацию о картинке, но здесь мало информации. Также хочу подключить данную камеру еще к Sony Ericsson 568, так как меню несколько отличается. Меню настроек камеры отличается от T230. Смотрим настройки. Здесь нет меню эффекты. То есть можно выбрать только размер фотографии и баланс белого эффекта, как на Sony Ericsson T230. Нет, не знаю, это связано с прошивкой телефона или, скорее всего, да, это связано с программой. И хочу сказать, что на Sony Ericsson T68 фотографии получаются еще ужаснее. Наверное, это из-за того, что не получается, а на экране смотрится ужаснее. Наверное, это из-за того, что экран здесь 256 светового, а здесь 4096 светового. Ну, вот такой аксессуар выпускался. Люди его покупали. Он, скорее, был только для понтов, так как реально смысловой нагрузки он не нес. Ну, такой чехольчик был. Так это все выглядело. Посмотрите на качество сборки. На дизайн. Как тогда это здорово все выглядело. С душой делали. Это все радовало в то время. Подведя итоги, можно сказать, телефон был массовым. Проблем в работе телефона сильно критичных не было на то время. Претензии были к сборке телефона. Как я ранее говорил, задняя крышка скрипит. Эта часть скрипит. И засветы были по бокам в этих полосочках, так как использовался какой-то более дешевый материал. Даже, опять же, сравнивать его с 168. Здесь сборка была на уровень выше. Несмотря на все это, мне телефон очень нравился в то время по форме. Красиво выглядит. Сейчас это как какая-то игрушка. Очень маленький. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...